я уже больше 20 лет хожу в разные бассейны и никогда не задумывался о качестве воды, которая там находится мало ли что может оказаться, ведь все люди разные и тут я прихожу в фитнес-клуб, начинаю плавать и ощущение, что вода на вкус какая-то солоноватая что с ней не так? я решил набрать немного воды с собой и отправился к самым крутым специалистам по этому вопросу Мосводоканал заодно я записался на экскурсию и решил разобраться со всеми вопросами по поводу воды в своем доме честно скажу, я довольно предвзят в этом плане у меня есть фильтр и сам покупаю воду по 5 литров а можно ли пить воду из-под крана? а какова вероятность, что произойдет диверсия и вода будет отравлена? есть ли бесплатный какой-то способ узнать, нормальная ли вода в доме? и можно ли вообще подхватить коронавирус из-под крана? в общем, вопросов накопилось много и они очень важные обо всем по порядку не постесняюсь и задать топовым специалистам все глупые вопросы а в конце все-таки выясним, что не так с водой из бассейна приступим! друзья, всем привет! меня зовут Вадим Вабешкин и я создатель самого крупного в мире youtube канала про воду и к своему удивлению я обнаружил, что ни разу мы с вами эту самую воду не обсуждали в России с этим особых проблем нету, но в мире примерно 40% населения планеты Земля страдают от нехватки питьевой воды три дня без воды и среднестатистический человек умрет я поехал разбираться, что не так с водой на западную станцию водозабора Мосводоканала честно скажу, не думал, что все настолько серьезно название этой водозаборной станции нет даже в Яндекс картах территория очень хорошо охраняется видимо, чтобы никто ничего не сделал с водой для москвичей после проверки документов нас гостеприимно пустили на территорию с директором западной станции водоподготовки мы пошли к месту, откуда забирают сырую воду получается, что большинство москвичей пьет воду именно из Москва-реки а благодаря западной станции водоподготовки принимают душ и пьют чай примерно 5 миллионов жителей столицы я сразу начал задавать каверзные вопросы многие зрители нашего канала наверняка смотрели фильм главный антигерой хотел отравить весь город, отравив воду в реке это вообще теоретически возможно было бы, чтобы отравленная вода поступила в кодонизацию водопровод, ну да я вам скажу, что для обеспечения безопасности на станции берется очень много показателей различных веществ станция это тот барьер, где мы можем перекрыть задвижки полностью и все это сбросить в систему канализации исключив попадание в городскую сеть оказалось, что отравить практически нереально, так как пробы воды берутся постоянно и исчисляются тысячами более того, часть проб берется вверх по реке, так что уже за 72 часа известно, какая вода придет к водозаборной станции а уже на самой станции постоянно дежурит катер-лаборатория на воздушной подушке подушка нужна, чтобы перемещаться зимой по льду, так что город может спать спокойно а мы отправились смотреть на мощнейшие насосы мощь чувствует, да? а теперь только представьте, чтобы по гигантским трубам поднять воду из реки необходимы насосы по 2 мегаватта каждый а суммарно они потребляют электричество столько, что хватило бы для небольшого города просто космос, чтобы напоить город, нужно электричество еще на один город я также спросил, что будет, если свалиться туда, откуда насосы качают воду, будет ли это фатально? но вообще как бы мощность всасывания, она огромная, то есть... нет? мощность всасывания составляет равнозначную скорость движения Москвы-реки то есть по факту, если внезапно в него провалиться и рядом с ним оказаться включено падание или засасывание, как вы там, к примеру, можете предположить и это хорошо! да, это хорошо так, сейчас, что, в диспетчерскую идем? теперь мы зашли в диспетчерскую оказалось, что для запуска этой махины, а также для мониторинга качества воды требуется только одна девушка хотя в советское время для основных процессов требовалось несколько десятков человек автоматизация, господа! Андрей Владимирович, а вот в России у нас нет проблем с чистой водой, да? вода наша вообще может быть в перспективе самое большое богатство в России абсолютно я думаю, что в будущем она будет стоить дороже нефти думаете? конечно! и тут я впервые задумался, какая важная проблема потребления воды наверняка мало кто знает, к 2050 году половина населения земли может остаться без пресной воды в Африке, по информации ООН, из-за отсутствия чистой воды умирает ежегодно 180 тысяч детей вопрос очень серьезный, и я надеюсь, что вы поддержите этот ролик и мы с вами продолжим разбираться с проблематикой чистой воды на станции водозабора только берут воду из реки следят за показателями и отправляют дальше ее пить нельзя, едем на западную станцию водоподготовки пора узнать, что не так с моей водой из бассейна? можно ли пить воду из-под крана дома? и точно ли нет коронавируса в водопроводе? и еще будет крутейший лайфхак как бесплатно проверить, все ли окей с вашей водой дома? к слову, это самая крупная станция в России тут производят 1 миллион 200 тысяч тонн питьевой воды ежедневно для понимания, это 10 кубических метров а на станции производится в 120 тысяч раз больше каждый день в диспетчерской находится уже не одна, а две девушки! неужели все так просто? пошли смотреть вода, когда приходит на станцию, перед началом фильтрации ионизируется а затем самое интересное это сооружение называется смеситель все начинается в смесителе, где вода становится черной так как туда добавляют реагенты и активированный уголь выглядит устрашающе, но благодаря этому процессу вода очищается от крупных загрязнений и становится, как ни странно, прозрачнее сюда, видимо, кстати, кто-то спускается но это не точно затем вода приходит отстаиваться чтобы избавиться от активированного угля и реагентов с предыдущего этапа на самом деле это реальное чудо инженерной мысли так как раньше для такого объема воды потребовался бы отстойник километрового размера и даже больше а тут вода переливается по желобам и все выглядит довольно компактно и вытекает она уже чистенькая светлая вода почти можно пить, почти а дальше вода попадает под ультрафиолет хотите верьте, хотите нет, но мало где в мире вода обрабатывается ультрафиолетом и уж точно это самый большой в мире объем, обрабатываемый одной станцией 250 тысяч кубических метров в сутки а это нерадивых, так сказать, работников Мосводоканала, их подвешивают? может, и нет многие в домах используют фильтры лично я после следующих кадров реально задумался, а надо ли? вот это угольно-песчаный фильтр, который очищает воду от мелких частиц а на поверхность поднимаются остатки органических веществ которые были обезврежены озоном и ультрафиолетом и если до этого момента вам показалось, что это все не супер космические технологии и даже ультрафиолет не впечатлил, то сейчас это изменится собственно говоря, кто чистит нашу воду? немцы? сначала я вообще не понял, что это такое? похоже на какую-то матрицу или что-то еще более замысловатое? оказалось, что это самая передовая технология, которая только есть с немецким оборудованием, очищение через мембрану вода пропускается через мельчайшие трубочки диаметром практически с молекулы воды технология жутко дорогая эти мембраны нужно постоянно промывать реагентами при этом задерживается полностью вирусы и бактерии но остается полностью сырьевой состав воды, который нужен человек это очень важный момент, коронавирус не пройдет ты не пройдешь то есть через водопроводную сеть невозможно подцепить коронавирус? она абсолютно безопасная, вы попробуйте ее по вкусу она не уступает, я думаю, родникам Саш, возьми, да, наш стаканчик и теперь эксклюзив меня решили испытать, мол, я самый водный блогер смогу ли отличить популярную питьевую воду от воды, которую только что приготовили на Мосводоканале? вызов принят я думаю, что могу все-таки называться экспертом по воде и сейчас мы проверим, насколько мой скилл все-таки соответствует этому статусу я попробую, угадаю честно говоря, я очень сомневался, но попытка не пытка передо мной другой блогер Петя не смог угадать, где какая вода это реально сложно было три воды на выбор, каждый стаканчик подписан снизу я ничего не знаю в итоге я умудрился угадать не только саму воду от Мосводоканала но и угадал все остальные марки как думаете, повезло или не просто так у меня самый большой в мире водный канал? очень многие дегустаторы говорят, что я всегда угадаю питьевую воду и не всегда с первого раза получается потому что на самом деле это природная вода природная, но очищенная человеком на какой вообще ущерб экологии наносится за счет процесса жизнедеятельности человека? прямым текстом ушла в унитаз и так далее да, да, да и пришла она на станцию после этого она попала на станцию аэрации это две крупные станции курьяновские и бурецкие сооружения там проходят определенные этапы очистки и доводятся до требований рыбхозяйственного значения то есть вода становится чище, чем в Москве-рике серьезно? абсолютно сами станции находятся в Люберце и Гурьяново да, Гурьяново там по запаху как? вот сейчас там по поручению мэра начата крупномасштабная реконструкция сооружений в ближайшие годы были перекрыты все основные открытые поверхности с которых попадал запах, да теперь производится модернизация сооружений для устранения полного устранения запах, которые образовываются честно говоря, я не думал, что водоподготовка, водоочистка это такое количество зданий и помещений теперь цех очистки воды, камеры переключения РПВ вы все знаете, что такое РПВ? я не знаю, что такое РПВ что такое РПВ? резервуар питьевой воды идем смотреть перед тем, как отправить воду в квартиры, в нее добавляют консервант и помещают в резервуар это не хлорка, ее не используют в Москве с 2013 года используют гипохлорид натрия это безопасный раствор, безусловно, он влияет на вкус воды но что касается здоровья, то это обязательно и во всех развитых странах делают именно так и надо сказать, что эта вода, она очень серьезно охраняется то есть смотрите, здесь, во-первых, такая стенка а во-вторых, снаружи ходят люди с автоматами, гранатометами, огнеметами даже ну на самом деле только с автоматами теперь лаборатория пришло время разобраться с моей водой из бассейна а также будет крутой бесплатный лайфхак как узнать, что у вас дома нормальная вода из-под крана обратите внимание, круглосуточная лаборатория суммарно в день делают более тысячи проб воды и на самом деле я как-то себя почувствовал неловко так как всегда считал, что с водой у нас так себе но откуда тогда стереотип, что в России нельзя пить воду из-под крана? разгадка в том, что, например, в Мосводоканале вода соответствует самым высоким мировым стандартам но гарантия распространяется до дома а вот в самих жилищных хозяйствах могут быть проблемы со старыми трубами тут, конечно, претензии к ЖКХ но как понять, что что-то не так, даже если вода прозрачная? внимание, важный лайфхак! это можно просто проверить, поставить его в большом прозрачном стакане если там за 4-6 часов не образовался желтоватый осадок значит железа нет, то есть труба нормальная если за сутки вода не зацвела и не завоняла, значит макробиологии, гидробиологии нет ну и, собственно, на этом можно не тратить безумные деньги и спать спокойно и пить его ну, если вода отстаивается, если образуется осадок, это железо и, соответственно, вся она зацвела, пометнела, что-то не было, за что засохли да, но не в 30 градусов жары в 30 градусов жары из воздуха насылится, да, нормально то есть, ну, вообще, в принципе, каждому человеку имело бы смысл хотя бы раз в жизни проверить ну, вот это вот сделать и все и на этом уговориться но это только для водопровода те, кто питаются со скважин, но есть в районе Москвы или дачники да, там другая история, там лучше воду на анализ сдать ну что, друзья, я свою воду проверил за сутки не появилось никакого осадка и вода не зацвела обязательно проводите такой же эксперимент это просто и бесплатно и результаты присылайте в инсте, отвечайте меня всех постараюсь репостнуть а вы сами вбьете воду из-под крана дома? да, у меня дома вода с рублевской станции здесь у нас вода, соответственно, наша, мы ее тоже пьем ну, именно здесь а так, а без кипячения пьете? ну, а без кипячения пьем, но она невкусная потому что хлоропливкус, ну, все равно есть как бы никуда не денешься ну, девчонки в кувшины наливают, стоит, а не пьют так неужели все-таки без гипохлорита натрия совсем никак? в современных реалиях хлора в воде быть не должно в современных реалиях хлора в воде быть должно я вам как раз сейчас покажу почему вот это вот у нас, это природная вода, река Москва вот это вот белые пятна, это микроорганизмы, колонии, которые выросли многие не любят сложных объяснений, поэтому расскажу кратко нам показали три эксперимента с водой из Москвы-реки и с очищенной водой с гипохлоритом натрия каждый раз к воде добавляли различные соединения чтобы узнать, есть ли в воде какая-то живность во всех трех случаях в обычной воде за сутки выросли бактерии и растения а с обработанной водой ничего не произошло а реально это любая болезнь, которая передается через кишечную холера коронавирус нет, коронавирус не передается водным путем коронавирус не передается водным путем а что же в итоге с водой из бассейна, которая изначально сподвигла меня на создание этого ролика во-первых, в воде отсутствуют бактерии, что уже очень хорошо но вот хлора оказалось 0,43 миллиграмма на литр это соответствует питьевым стандартам но в бассейнах должно быть в два раза больше, чтобы никакие бактерии не размножались а вот что касается моих основных подозрений то, к счастью, они не подтвердились ионов аммония минимальное содержание но что же тогда за привкус у воды был? друзья, я надеюсь, мне удалось сегодня подтвердить свой статус эксперта по воде но может быть это все-таки только начало честно, очень хочется продолжения этой темы все зависит только от вас подписывайтесь, жмите лайк, пишите комментарии и берегите себя, пейте чистую воду всем пока! спасибо!